Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, говорит, ну, к Богу, да, обращение такое. Или еще псалом Давида. Господь, свет мой и спасение, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Ну, тем не менее, таблетка от страха и беспокойства, которая присуща часто современному человеку, как раз вот это беспокойство за себя, за то, что ты потеряешь и так далее, она есть, накроется, на самом деле, ну, есть, да, лекарство есть. В словах Иисуса Он говорит о том, что не беспокойтесь о физических нуждах, таких, как одежда и пропитание, потому что наш Отец Небесный заботится обо всех этих нуждах. Это написано в Матфее, вот, он говорит, что даже если птицы небесные, да, они не сеют, не жнут, но, тем не менее, Отец Небесный заботится о них и лилии, посмотрите, как одеваются лучше уж каждого из нас, но Отец Небесный одевает их, вот, хотя они выглядят очень прекрасно. И поэтому, Он говорит, не заботьтесь об этом по всем, то есть, не свое сердце, ваше сердце пусть не прикипает к этому. Все заботы свои возложите на Него, ведь Он печется о вас, так же говорит Библия. Вот, и Иисус говорил для тех, кто полон беспокойств и волнений, Он говорил, придите ко Мне все измученные тяжкой ношей, в современном переводе, я дам вам отдых, наденьте на себя ермо моих заповедей и у Меня учитесь, потому что я мягок и круток сердцем, и вы, наконец, отдохнете, ведь заповеди мои просты и ноша моя легка. Потрясающие слова, никто из великих лидеров, кроме Него, такого не говорил. Продолжение следует...